Музыка Льды и снега на сотни километров вокруг. Это море Росса, обитателям которого теперь можно позавидовать. Скоро они будут жить в огромной охраняемой зоне. Создать такую решили на совещании комиссии по сохранению морских животных ресурсов. А событие это для многих долгожданное. США и Новая Зеландия много лет просили поддержать этот проект Россию, а также Китай и Японию. Но все никак не удавалось согласовать природоохранные и рыбохозяйственные аспекты. И наконец нашли компромисс. Теперь целых 35 лет в море Росса нельзя будет ловить рыбу и добывать полезные скопаеми. Площадь заповедника полтора миллиона квадратных километров. Это крупнейший в мире морской охраняемый район получится. В нем выделят особую зону, где ученые смогут проводить исследования. Ну и промысль все-таки частично сохранится. Правда, с жесткими ограничениями. Если вдруг вы не знаете, где это море Росса находится, оно рядом с Антарктидой. Ищите на Южном океане у берегов Западной Антарктиды. То есть близко к Южному полюсу. Почти круглый год море покрыто дрейфующими льдами. Айсберги там – это обычное явление. Для туристов море Росса вряд ли привлекательно. А вот ученые выстраиваются в очередь, чтобы там побывать. Море наиболее глубоко вдается в ледниковую толщу Антарктиды. Исследователи, рвущиеся к Южному полюсу, то и дело организуют исследовательские экспедиции. Первооткрывателем этого моря в середине 19 века стал Джеймс Кларк Росс. В его честь море и назвали. Его территория один из немногих. Ну, здесь живет примерно треть мировой популяции императорских пингвинов и половина всех косаток. Тем не менее, промышленное рыболовство оставляет свой след. С каждым годом рыбы вылавливают все больше. А теперь, если все пойдет по плану, в ближайшие 35 лет все-таки рыбу тревожить не будут. К президенту Филиппин обратился...